о смотрите осел зовет мою жену в чебоксары я похож на осло а кто ты посмотри внимательно посмотри а ты же розовая пузька единорог я розовый а это осел откуда я из сургута из сургут мы тоже не поедем ну вот же сделали вот смотри можно же не только видео снимать но еще всем добрый день в этот раз видео из питера вот но не по поводу сарая вы будете спрашивать что я тут делаю мы в общем думаем активно про тур индустрию потому что я летом на отдыхался в таких местах которых не хотел бы чтобы вы например отдыхали вот и поэтому на базе домика будет обзор того что может случиться если применять фанеру например да сейчас вы увидите дом из фанеры что с ним стало этому дому 11 месяцев вот я еще раз по я уже это там говорил еще расскажу я не ругаю никого я просто отмечаю вот как вот я к себе отношусь также я отношусь к другим если я себя ругаю из себя спрашиваю значит я из других спрашиваю вот поэтому эта серия там есть обзор домика и наверняка еще наша какая-то мешанина что удивительно я сейчас был в храме спаса на крови значит всех интересует только одно есть намордник или нет вот при том что там тетки которые работают они с непокрытой головой они там джинсах они в храме божьем им плевать на все остальное лишь бы незаконные предписания роспотребнадзора исполнять а у нас роспотребнадзор на секундочку не имеет права вообще такие распоряжения выполнять как носить маски это санэпиднадзор а санэпиднадзор такими санэми темами не занимаются потому что там адекватные люди в общем погнали всегда интересовался культурой античный вот и сейчас вот я хотел бы вам показать эта фигура льва вот и она значит но это объект культурного наследия что вы скажете мужчина на это выудушевлен настолько это кататонические ступы еще раз для тех кто пропустил это просто вот так смотрите вот казань казань вот там грибуны но детская школа грибная вот здесь вот ресторан пир там бани пар у нас такая набережная это лиственница вот смотрите здесь они на своих галерах ходят там они раздеваются ну там тренировочная база а сверху там типа ресторан зачем я вам это рассказываю не знаю так у нас шок контент толстолобик решил самоубийца ну шок контент это во первых розовые конечно розовые что фаде не ходить нельзя 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 вот короче почему-то толстолобики они еще и выпрыгивали в эти летом еще выпрыгивали вот мы конечно маленький но очень хороший лови леща этот дрессура на септике знаменитых дрессировщик и все и все он просто отобрал монах фаде задача отобрать вернись отдай рыбу отдай рыбу отдай рыбу нет москвичи москвичи смотрите мед изначально выглядит вот так маленького мальчика посмотрите какие ногти вот а потом потом короче он становится таким так мы проверяем мед на качество сейчас мы сделаем чуть-чуть теплой воды вот взяли мед налили теперь я налью воду чуть-чуть лишнего конечно вот сейчас буду трясти и появится кристаллическая решетка генетическая память меда в виде сот сейчас вот я на солнце иду и начинаю вот так вот делать просто бултыхать после того как я побултыхаю вы увидите как на меде появляются соты левой рукой очень неудобно бултыхать скажу я вам поэтому мы перейдем на правую руку вот но смотря у кого какая рабочая рука вообще все пошлые шутки обычно у нас от динара так короче на самом деле мне видно что они проявляются но я вливаю воду сюда расфигачил все поэтому сейчас у вас солнце солнце смотрите сейчас сейчас видите образовали соты чего не видите или видите хорошее видно издалека вот близко подходишь не видно а вот отсюда видно соты видите видите соты вот видите соты генетическая память меда здесь у нас на тесте два меда один липовый а другой липовый этот липовый чем этот липовый белее наоборот два эксперта липовый белее нет липовый темнее пишите подписчики в комментариях вот из-за того что у нас юрта получилось повыше войлок не до конца заходит мы сейчас но вот это зимний вариант я сейчас буду попросил производителей те кто нам много лет тенты делает сделать такую юбку вот чтобы вода стекала и чтобы не задувало туда снег вот кому нужны тенты какие-то они очень все делают ссылка на их будет сайта или чё там инстаграм профиль иди ко мне сдулись слушайте ну чё то происходит с небом вот она опять фиолетовое это чем вообще объясняется а напишите-ка я такое не всегда вижу смысле я вообще не вижу такое что-то сказать надо но сказать нечего поэтому никитос ничего не буду говорить о том смотри там тоже какой-то странный небо вообще небо очень странно и собаки странные так что поругаемся с тобой дорогие друзья мы с вами в питере ну смысле мы без вас в питере место называется гринваль скандинавия вот и мы тут арендовали домик который нам показался интересным но мы пока не пойдем видео снимать сначала позавтракаем чтобы стать более добрым и покладистым потому что есть там за что похвалить есть за что поругать смотрите как здесь круто это не знаю в 40 минут короче от питера почему-то сейчас здесь нет людей но видимо сырая погода и уже такая осень но такая осень декабре сейчас все декабрь я сейчас все ноябрь такие типи сейчас холодные нет никого наверно там озерцо вот там раньше какая-то развалюха было для лета есть такие типи ну типа здесь вот обогревателем про красный вот бывшие какое-то садоводство вокруг вот такая вот природа ну просто офигительно сам парк гринвальд там а здесь есть где погулять походить попрятаться покормить комаров а сегодняшняя серия она посвящена тому как живут современные базы туристические в условиях этого самого ну то о чем вы сами знаете вот живут они хорошо битком цены у них совсем не православные мы например снимаем домик за 6 800 это нам еще повезло потому что ребята через неделю которые после нас едут по моему 8 800 или что-то типа того вот но цена образования них динамическая я посмотрел на следующая же неделя этот домик там стоит 4 чем-то это конечно хорошо но блин бесит кажется что тебя надули но вот эта динамическая цена образования это как вот пришел ты купить шапку это я не купил это я у старшего сына отжал а за 500 рублей а она на следующей неделе 250 ты думаешь твою мать вот я олух молчи она приехала на черную пятницу да мы в питер приехали на черную пятницу и с вами эта серия мы с вами будем ходить в разные молы смотреть какие бывают скидки и все такое все давай никита с поехали она идет там мозги полоскает что-то про скидки в каком-то дурацком телогрейке вот со скаут дачи чё хорошо и вообще со скаут хаусом никогда не будет дешевле а будет только дороже вы смотрите какой пират ну и все я говорю покупая скаут дачу или скаут хаус вы всегда можете рассчитывать на то что другой не сможет купить дешевле а купит только дороже вас же это очень сильно греет да вот видите мы все делаем для вашего психического здоровья спокойствие и здоровья с вами был ваш личный психолог я сгораю вот это просто дорожка между домиками и это конечно вообще офигенно вот что эта дорожка вот мы можем узнать только по этим ограждением вот еще интересный вариант ограждения дачных дорожек вот а то мы с вами видим дом в стиле бар все в нем хорошо серая крыша клик фальс и вертикальная отделка доской ну какого хрена там белые пластиковые окна делать вот кстати как от питерской влажности выгибает фасадную доску даже с учетом того что она прибита в рожу вот видите вы видите через какое-то время здесь будет новый дом а знаете почему а вот из этой вот потому что все это дело херам скниет потому что вот а вот у этого здания не молодцы они ветрозащиту завели но дальше не завели в общем классный фасад но без беленького вот молодцы очень достойный конечно клик фальс всегда выглядят вертикальная доска клик фальс вот так смотрите смотрите вот я час о как круто овощи так я вам обещал до завтрака не набрасывать и я не буду набрасывать сейчас мы каратенечко каратенечко снаружи поснимаем вот внутрь не пойдем свет сначала не включим сначала будет очень красиво прям очень красиво бы потом включится свет мы с вами начнем разбор того что ну короче ошибок и и хороших решений вы же это видео смотрите для того чтобы я вам рассказывал какой площади это дом из чего он сделал в каком он стиле вот иван если ты смотришь это мое видео это не в твою сторону укор просто я так не могу сидеть спокойно и рассказывать что у дома хорошая планировка ну короче да все давайте вот это наш домик по моему сур а там еще второго соседей и мы окна в окна смотрим значит по моему 42 квадратных метра вот есть такая вера габариты внешние где-то судя по всему 340 350 внутри по частоте 3 метра значит выглядит он вот так вот с этой стороны отдела но обычный сырой не строганой доской и если бы они сделали нащельники а я же обещал ничего не говорить по уже в два раза был бы интересный ритм выслыхали я слова ритм сказал а сейчас вот так это стекло веранде а это офигительное стекло вот так вот вся полоска насквозь вот андре в туалете открылась потом покажу почему она открывается вот вот так вот представляете вот так вот так внутрь и смотрим значит внизу это видимо что это это там коммуникации наверно зашиты до чтобы они чтобы они не замерзали ну ладно это не интересно здесь осб судя по всему так продолжим белый провод очень хорошо так самый смак это конечно же вот этот фасад и видовой смотрите вы спите и здесь панорама тетенька на озеро тетика давай давай уходи 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 и нету вот прекрасно да значит близки не подходим вот это опять же ритм архитектура туда-сюда это туалет вот туалет и там дальше опять посмотрите один в один как мы сделали кондиционер спрятать учитесь смотрите ребята учитесь вот вот так это очень крутое решение молодцы а кому интересно как сделано наверху стеклопакет вот так сделано вот видите ну и типа такие же лоба до ну и все внутрь короче пойдем после завтрака потому что ну чтобы там все хорошо снять первую часть мы преисполнимся а после этого мы вам покажем некоторые моменты как не надо вот у нас в соседе такой же доме вот у чатал q2 заряда лутца цапу это не земля родной этот планет плюс галактика кинза за у нас давно все воду в уст превратили лут по частям покупать нельзя один заряд 7 чапов а правительство далеко правитель на другой планете это грабит сапу еще надо купить чтобы не долететь q или не q так ну чё в общем состоялся завтрак завтрак включен стоимость кстати этих домиков вот и мы заходим в дом сейчас будет выключен свет будет выключен свет будет выключить вот а это не включается значит потом ладно сюда выйдем потом это все покажем так в общем вот мы зашли вот там веранда да здесь прихожая почему я без носка я потом вам скажу значит здесь помещение типа как гостиной ну примерно 4 на 3 метра 12 метров да вот здесь вход столик телевизор здесь их 2 и вот такая вот офигенная вещь смотрите это я иду потом вот так иду потом гражданка гражданка я же иду потом иду сюда хопа потом и так вот делаем ну вы поняли вот значит ну там санузел потом мы его посмотрим можно не шуметь можно так не делать здесь кухня вот очень удобная кухня пока мы ее не разбираем это самое инстаграмное место здесь значит дамы у которых есть инстаграм выполняют свою основную работу значит особо лежат здесь или сидят и красиво фоткаются вот значит особо вот у нас стоит ноги скрестила здесь естественно есть телевизор как уж без него 2 есть обогреватель и здесь панорамное остекление но в казани остекление вот так называют это очень красивый домик он из фанеры он модный в нем как вы уже видели есть вот такая вот штука это просто офигительно а ребята которые это делают они очень большие молодцы потому что я так понимаю их основной бизнес они организовали в 2015 году но судя по инстаграму это веревочный парк то здесь какие-то полу туристы полу альпинисты не знаю вот и короче они решили сделать вот такие домики у них есть еще афреймы но но я там снаружи поснимаю теперь значит хотелось бы показать минусы этого дома с точки зрения проживающих в нем я не хочу никого обижать мне у меня нет задачи как-то там это испортить людям настроение тем кто владеет всем этим но хотелось бы многих из вас предостеречь от некоторых моментов которые но вот реально есть в этом доме он я так понимаю эксплуатируется с января то есть этому дома всего лишь 11 месяцев сейчас конец ноября значит включаем свет свет здесь включается вот такой вот штукой смотрите хопа 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 а вот когда здесь куртка висит вот так вот то есть короче то нет я вообще не понимаю как вот она работает вот так вот у нас болталась куртка а до включаем свет вот видите я уже в говнолине почему носок это пишите пока в комментариях почему носок позже узнаете значит фанера а почему мы отказались в базовом исполнении от панер файл фанерных полов потому что к сожалению фанера делает вот так и это не минус фанеры и это даже не минус покрытие ну там масло у них это лак рано или поздно это случится но это случилось рано значит вот эта штука вот это инстаграм штука офигительная чем плоха видите в углу плесень это плесень а знаете почему это не потому что крыша протекает это потому что конденсат это потому что вот в этом доме нет ни одного открывающегося окна еще раз ни одного открывающегося окна в доме который сдается здесь такой 2 плюс 2 то есть двое живут вот здесь а двое живут там ну где особо здесь нет реально ни одного открывающих окна еще раз вот мы идем в туалет давай 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 а знаете почему это здесь повесили они там а потому что там никто не достанет но никто это смысле я вот здесь нет открывающихся туалет и вот там вы думаете есть вентиляция нет вентиляции нет и поэтому все что вы здесь наготовили напукали там накакали сейчас это это очень интересно мы уже почти приблизились к носку вот видите конденсат нет вы не видите конденсат а он есть ну так вот короче я звоню тетеньки на ресепшн я говорю девушка милая а где здесь кнопка включения вентилятора она горит нет я игра как нет а а ведь хотелось бы она горит но мы год сдаем и у всех все нормально я горит но хочется подышать она горит ну то дышите я горит а хочется не собой дышать она горит но не дышите все же просто потом я пошел и я нашел здесь сейчас чпик чпик и я нашел здесь вентиляцию но вентиляцию я здесь не нашел я нашел вот такую штуку чтобы короче не дуло не дай бог есть вот такая вещь 3d панель а отсюда по-прежнему не дует похоже там еще чуть опа улица но вот кстати уже повеселее то же самое так ладно пришло время носка пойдем особо пойдем со мной это офигительный проходной санузел в нем есть реально интересное ну это прикольно но вот закрыл дверь смотрите стоит открываю опять стоит закрываю а теперь берем носок убираем я пошел какать ну а в чем дело а дело в том что ответные планки нету нету ответные планки но и ладно что нет ответной планки просто вот лежит здесь голенькая а ты там сидишь такой со штанишками приспущенными ну и вы понимаете да что скажи что-нибудь мало того что я слышу я еще я еще и вижу вот но короче вот это странно это очень странно дальше унитазик унитазик инсталляция очень удобная очень хорошая вот здесь есть окошко как раз можно вот так вот сидеть носочек можно уже надеть а невозможно одной рукой носочек надеть да или возможно все возможно если очень захотеть можно в космос полететь опа люди писали нам короче я когда сказал что мы хотим сейчас своих домах ставить инсталляцию они сказали не слушайте вы этого чокнутого дурака сейчас у вас типа в бачок испаренный покрывается а потом все будет значит покрываться внутри каркаса и вот пупсики вы мои любимые дорогие во первых инсталляция имеет бак из пластика есть инсталляцию утепленные инсталляции вкладываются в утеплитель после этого пароизоляция что такое конденсат это пар который сел на поверхность температуры плюс четыре плюс пять потому что ниже она уже замерзает и так вот если вот это там инсталляция то вот эта поверхность деревянная она в принципе не может конденсировать нет она может конечно конденсировать если она насквозь промерзнуть если если здесь будет похолоднее поэтому внутри конденсаты быть из в инсталляции не может потому что вы это пароизолируете пойдемте к мебели мы еще вернемся вот это огромный стеклопакет ну и люди в основном конечно зашторивают мы не зашториваемся а про удачное решение всегда беспроигрышно выглядят конечно черные розетки черные розетки черные пипикалки пим пипикалки о вот что мы имеем в углу в углу мы имеем конденсат потому что за занавесками конденсат а также мы в углу имеем черную плесень а еще мы имеем здесь это более ярко выражено то что фанера вот в этих местах она не влагостойкая но это скорее всего фкшка она вот начинает вот так вот коробить почему происходит так потому что движение воздуха нет и здесь в углу образовывается значит температура 4 5 градусов пожалуйста владельцы скаут дачи пришла осень если вы окна закрываете всегда включайте вентилятор хотите на кухне хотите в туалете это вас избавит от конденсата и запотевание и от плесени один клиент уже написал что у него начало окно плесневеть потому что сейчас зимой такого нет зимой влаги недостаточно зимой конденсат у вас не будет но вот в такое мерзкое межсезонье когда вы уже закупорились и в воздухе полно влаги появляется конденсат вот поэтому обязательно включайте вентиляцию и не зашториваете наглухо потому что зашторивая наглухо вы вот в этом месте создаете как раз вот но мы начали с фараоном разбираться почему же так и пришли к выводу что во всем виной во всем виной всему виноват короче вот смотрите это же как это физика физика невозможного читали такую книгу и я не читал когда воздух поднимается он делает вот так у друзья мои еще раз смотрите привет вам мои юные сарай строители с вами очередной выпуск шоу caution builder от work собственно что мы с вами собрались у меня же мысли есть иногда в голове я их думаю и вот о чем я думаю почему плохо безрамочный стеклопакет до который мы там я вообще в камеру влезаю нет и почему надо переходить на стеклопакеты в рамах заводских да это дороже но рисуем да у меня здесь висит на напоминание каждый раз когда я рисую я смотрю и думаю правильно ли я рисую итак рисуем вам два варианта это безрамочный стеклопакет второй вариант у нас значит стеклопакет стеклопакет у нас теперь чтобы было красиво установлен сначала деревянную раму пусть пусть не открывающийся да вот так вот так трац 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 что значит происходит у нас и почему возникает конденсат вот здесь и не возникает конденсат вот здесь стекло оно же холоднее чем стена соответственно воздух у нас опускается вот так опускается опускается тихонько остывая но он же не может опускаться вот так вот так сюда а потом вот сюда соответственно он начинает маленько здесь и вот так вот стекать и вот это конвекционное движение воздуха у нас создает некий сквозняк который обдувает стекло и вы заметили что вот здесь есть место где воздух практически не двигается и в этом месте возникает некий холодный карман не то что совсем не двигается он слой немножечко стекает немножечко вытекает холодный карман соответственно радость холодный карман здесь и образуется у нас конденсат он не сдувается конвекционным потоком и вот здесь вы видите образование большого количества жижки так ну вы понимаете да чему я веду соответственно теперь посмотрим вот сюда да вот он должен двигаться конечно же воздух вот так тэр 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 потом у нас есть наличничек немножко косенький жмек шмек вот и вот здесь совсем маленький карманчик холода и вы заметите практически на всех окнах на пластиковых на деревянных что вот здесь понизу есть немножечко немножечко конденсатится и основное карман холода у нас вот здесь но здесь рама несравнимо толще по чем стекло пакет ну и все и вот здесь у вас много жижи которая стекает образует лужу а здесь у вас практически ничего нет и даже если она стекает стекает у вас в нормальный герметичный шов и плюс хорошо лакированный наличник вот ну и все надеюсь не притомил вас родные мои с вами был шоу каушин билдер отворк до новых встреч в эфире поэтому если вы делаете панорамное остекленение то пожалуйста делайте это в рамах это правильно и это исключает образование выпадания конденсата как минимум он будет вот так проветриваться и мы сейчас будем уходить на это не по той причине что мы не умеем например рамы вставлять стекла живут периодически трескаются потому что подвижка каркаса и так далее но именно по причине образования конденсата и гнили вот вот в этих местах но вы сами все видите да дальше про фанеру фанера это классный материал это классный материал это вообще наше будущее то есть мир переходит композиту это лвл-балки оэсби фанера и так далее если вам кажется что оэсби вреден оэсби не вреднее чем мои комментаторы есть класс эмиссии и хорошие уэсби ничем не вреднее биг мака я хочу сказать вот что фанера это офигенно крутой материал но абсолютно не прощающий ошибок например видите здесь они шлифовали почему они шлифовали потому что фанеру начало коробить и здесь начались подниматься края люди об этом начали шаркаться и поэтому опять я в говнолине и поэтому они короче шлифовали а когда ты шлифуешь это уже все неоднородно и и видно полосатость поэтому фанера либо делается идеально и дорогая а интерьерная влагостойкая либо никакая и когда фанеру в целях экономии края от вот такими большими кусками листами как раз создается ощущение дачного домика но вот это вот уголок дачного домика это классика да то что ну как бы ну сами видите вот вместо вот двух телевизоров вместо вот этого телевизора могли бы купить вентилятор в санузел потому что у меня один вопрос ребят кто вот эти дома сделал вы когда заселяете сюда четверых во первых между ними нет ни двери ничего это ладно это бог с ним проходной туалет это клёво но как вообще договариваться вот допустим вот эти ребята не могут сюда попасть ладно он зашел сидит а те то могут смело заходить но по поводу звукоизоляции вот здесь надо входить в туалет ну с пересменкой короче один вышел на улицу ты в этот момент идешь туалет по-другому никак но вот в этом доме к сожалению не так значит по поводу фанерной мебели но здесь вот ошибка какая то что цоколи не сделали и поэтому есть холодильник но просто вот это все обдирает но это не страшно и столешница как бы ну вот фанера на столешнице она вот превращается в как очень быстро особенно видно это вот здесь вот смотрите вот вот фанера которая около раковины она конечно не вспухла и это нормально вот но она вот вот такой вот становится вот то есть нормальный фанера вот такая а это уже вот такая очень удобно конечно раковина но вот например когда человек повыше моего наверное это не очень удобно ну и вот здесь везде короче вода душевое душевая это конечно же зло как ей пользоваться я вообще не представляю но ладно значит из плюсов то что он в офигительном месте 40 минут от питера то что он теплый он реально теплый здесь теплые полы если теплых полов не хватает можно включить кондиционер можно включить конвектор можно ну там тоже самое это классная картинка вот я на самом деле придираюсь то есть моя работа она проф деформировала меня да потому что я вот замечаю вот я вижу розетка хопа отошла да если вы из квартиры приехали вы большую часть этого не заметите вам наоборот будет классно но а чё я сюда приехал я же приехал не просто так а для того чтобы создать определенный туристический продукт да мы сейчас смотрим на то как создать вот подобный продукт и я хотел увидеть как ведет себя фанера я увидел насколько это комфортно по ну теплый пол на все модули увидел как ведет себя панорамное остекление увидел и самое главное то что я для себя понял в такой дом я второй раз не приеду ну потому что не то чтобы у меня ощущение брезгливости но значит шесть там или семь тысяч вместе с такси полторы тысячи в один конец ну то есть три да и того десять плюс мы вчера поели два салатика два кофе и драники еще две тысячи то есть двенадцать тринадцать четырнадцать тысяч за двоих чтобы здесь переночевать ну для меня это реально перебор если я такие плачу деньги я хочу иметь идеальный дом идеальный чтобы в любой месте как денис я кстати денис вот кастер ну док сумасшедший профессор я на следующей неделе у него буду видео наверное уже от него будет он говорит мне хочется сделать дом в котором хотелось бы все лизнуть вот не нализаться нализаться здесь вообще нормально а лизнуть вот мы поедем на следующей неделе оттуда будет видео так вот почему вы не стесняетесь и ходить в макдональдс потому что в макдональдсе прогнозируемое качество понятные цены и все такое хочется и мы создадим такой продукт в котором любой тура владелец базы купит этот домик поставит и туда не стыдно будет заезжать потому что одно дело это красивая картинка для инстраграма а другое дело полны как они себя через год ведут стены как они себя ведут санузлы и так далее и вот казалось бы здесь все супер все круто и явно делали ребята со вкусом но делали ребята без понимания либо без практики без опыта ребята стараются вообще молодцы дом офигенный вот это первый их дом он очень крутой вы попробуйте сделаете у вас не получится точно не получится поэтому наша задача сделать турпродукт который был уровня мариота это если он дорогой или уровня ирбиса если он дешевый но я сейчас просить отелей когда ты в любом городе если хочешь прогнозируемые качества идешь или туда или туда но там там есть понятные стандарты вот эти стандарты нам всем вместе надо создавать как у меня пишут в комментариях столько воды но тебя слушают как тебе это удается сам не знаю сам не знаю так теперь про мебель значит ну идея была какая сделать красиво шкаф из фанеры идея классная реализация в итоге вот такая потому что фанеру гнет жесткости нет и приходится заниматься вот такими вещами вот видно да здесь ровно то же самое вот сейчас мы с вами пойдем на улицу до этого я вам показывал все только хорошая сейчас покажу реальность которая случилась домиками за это пластик вот виды что это пластик они нормально открываются закрываются вообще хорошо это не плесень или это плесень вот если будете короче делать фанеру на верандах будет вот так вот то есть но не надо фанеру использовать на верандах нет такого покрытия которое бы позволило фанере не гнить либо она должна быть серый дальше так вот это то место красивая где по стеклопакету значит здесь грибы есть уже грибы вот потому что это у эсбэха похоже или фанера ну короче нет так делать не надо дальше самое провокационное место это вот оно видно что изнутри конденсат вам видно нет вот и дальше вот через какое-то время вот это все к херам сгниет вот она начала лопаться так делать тоже нельзя то есть этот это надо делать по-другому и это надо делать все таки как бы это красиво не было как бы это на инстаграме красиво не выглядело надо делать через раму через раму через деревянную раму в остальном это очень классный дом архитектура офигенная вот и очень радует что стране начали появляться такие проекты у первых проходцев всегда получается через одно место но если их не будет то и ничего не будет с вами был ингараев и кстати да очень хотелось бы мне на камчатку на следующий год пойдем на ключевскую вида на ключевскую и на ленина пишите кто кто у кого есть время и желание я всегда ходил на ключевскую зимой ну как зимой в марте апреле вот и там холодновато было может быть летом сходим на камчатку а вот еще кстати кровать до когда ее санными тряпками но полы моют фанера немножко делает вот так как будто бы надо бы делать это все на ножках потому что вот если вы отодвинем эту кровать чем мы интересно увидим увидим нет а ну просто пыль увидим больше ничего так все нормально красиво красиво надо чуть-чуть допилить и будет офигенно свет с датчиком вот с этим потому что когда идешь в душ тебе неудобно рукой махать чтобы он работал и он выключается но унитазе ты я умею я короче был в египте с одним снабженцем и он меня научил что если ты хочешь чтоб свет не выключался с датчиком ты сиди и махай и поэтому ну как у меня сразу свет выключился я сразу хоп руку поднимаю и свет включается а ведь не все были в египте со снабженцем и не все знакомы с такими тайными тайными чем надо отремонтировать а то придут скажут почему это у нас воздух непорядок немножко инженерного наполнения здесь вот воды здесь есть посудомойка но почему-то нет плиты здесь бойлер здесь как раз видно инсталляцию видите инсталляции в чем в утеплителе и здесь нет точки росы никакой здесь все пластика никакого конденсата нет но что-то у них протекает что-то у них подтекает там тряпка какая-то где-то капает я прям вижу капы где капы непонятно вот видите с фанерой надо дружить либо делать очень круто либо вообще не трогать фанеру нафиг вместо предисловие или послесловие короче вместо того чтобы заморачиваться по поводу вот этих красивых сенсорных включателей и выключатели лучше бы заморочились надо стеклопакетами не видно и не видно протисловия никакого нет строительство нашей стране бурно развивает это она сама как-то включается и от него прохожу она хоп включилась бурно развивается и все эти ребята которые но эти это и мы и вот гринвальд и все 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 пока не наделаем кучу ошибок пока не создадим вместе стандарты потому что старые стандарты они хороши но они созданы нашими отцами наши отцы тоже хороши но мир поменялся эпоха водолея сами понимаете из за того что вода вот так вот капиллярно сюда подтягивается плеснеет то есть надо было металл получается они сделали капельник сюда вот надо было больше его выпустить иначе вот он так вот затекает и потом сюда а здесь чистенько хорошо чтобы заселиться в дом надо заплатить 5000 депозита чтобы выселиться надо прийти к администратору она по рации свяжется с человеком тот пойдет туда будет смотреть и только после этого вам вернут депозит подход классный для двухтысячных и офигительный для 90-х но вообще непонятно а вот сейчас допустим чем мы могли бы сделать ну там чашку украсть да нам скажут вы чашку украли ну люди которые заплатили там 8000 рублей чашку красть явно не будут а даже если они что-то разбили но внесите это в гарантийный фонд из этого гарантийного фонда компенсируйте ну что за бред вот эти депозиты попорывая но все уже прошло это же время прошло вот для примера отельчик малая морская это центр да здесь сколько ну метров 20 там вместе с едой двое суток но завтраками что-то 553 сталь чуть тип того вот есть разница да да здесь за окном нету озера за окном питер вот ну ё-моё но вот здесь как бы нет брезгливости есть чисто есть убрана конденсат не стекает соком прогермечена ну почему так нельзя санузел да ну да это ну как бы не шедевр вот здесь даже немножечко герметик разошелся но здесь не противно принимать душ кстати прикольно смотрите офигеть стиральная машина приделанная к стене круто чё за чё за модель made in корея овощи стиральная машина не поняла вот смотрите а толщина ну сантиметров 40 наверно не больше до еву вот до еву dmd cv запомнил к вот короче нормально и вот здесь черные шнайдеровские тоже эти розеточки а тут чё это бесит это конечно проще вот так по минвата там гипсокартон а это помещение как называется то что такое вообще здесь было это было несколько жилых а как пятанская А кто-нибудь еще кроме нас Я вот сейчас Возвращаюсь с курсии На атомоход Ой, атомоход С ледокола Красин Вот, и значит Мне сказали, что У нас все активно развиваются Строятся новые подлодки Ледоколы Боловецкие Траулеры Вот, это прям хорошо Это значит Не только дома в нашей стране Начали строить Но это, кстати, да Руаль Амундсен Но и корабли И ледоколы Что там, по вашей информации Так это или нет Я не знаю, как вас А меня гордость берет За страну Когда я вот это все вижу Напишите Напишите, как мы все Профукали Что ничего не происходит Что это все Что там Гниет Но вот мне сказали Вот это новое Это новое Это новое Вот это новое Строится Или нет А? Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok